Нас воспитали три такие главные. Самое главное — это всё уметь делать, самостоятельно и всё уметь делать. Второе — это уважать людей, а третье — это быть скромнее. И это самое главное, самое основное воспитание, именно, как вы говорите, аристократии. И потом мы всегда очень сильно трудились, мы всегда выбирали, что мы хотели делать, да, нам не говорили нет. Но я, допустим, в 13 лет, я в 5 лет вообще начала танцевать, а в 13 сказала маме и папе до свидания, оставила эту историю и поехала в Россию жить в 13 лет, как вы видели по моей книжке. И это когда не сейчас, когда всё в порядке, а это в 90-е годы было. Представляете, я спала на полу, и там были, ну там, не буду говорить, крысы, не крысы, типа коммуналка. Я вообще жила тяжело, но не было в магазинах ничего. Я возила вообще лекарства с собой, там что-то поесть, потому что в магазинах ничего не было. Когда появился первый «Стокман» финский магазин, то тогда я уже молочко себе покупала, йогурт, представляете, это я всё жила. И поэтому, если нас так бы не воспитали, вот я думаю, что мы, как бы, это характер понятно, но это тоже воспитание, моя сестра так же. Поэтому нас всегда учили, и потом ещё языкам. Язык это у нас вообще в семье, потому что мама корни русский и французский, папа чистый итальянец, поэтому уже три языка с детства сразу. И вообще детей надо учить сразу, как бы маленький сразу, как только... Вообще ребёнок может выучить 3-4 языка сразу моментально за 3 месяца, вот когда у них другое, как губка, дети. Поэтому, когда говорят в школах, а, поздно, надо разделять, надо попозже учить, это всё ерунда, надо сразу учить детей. Потом у нас музыки, ну, как бы я тоже пианистка, моя сестра тоже, мы играли на рояле, но это нам давали потом, не то что форсировали, но потом как бы впитывали, и это само получилось, как бы нравится, всё, понимаете, это всё, как сказать, ну, это так, это вот это воспитание. И, в общем, самое главное, это держаться на своём месте, быть скромными и доброжелательными к людям, так, как бы, respect people. Уважительно. Уважительно. Уважать людей. Книжна, ну, что бы вы посоветовали именно, как привить детям манеры, например, хорошие, да? Ну, то есть, чтобы это были, чтобы это выросли... Я бы не сказала... Во-первых, не баловать. Не баловать. Потому что я знаю многих людей, которые, типа, наверное, боятся, если что-то было плохо пережито ими, и они боятся, что это... Чтобы это Бог, дай Бог, чтобы не пережил мой сын, моя дочка. Да. А это совершенно неправильно. Наоборот, надо, как сказать, налять. Закалять. Да. И надо не всегда говорить, да, конечно. Я хочу, вообще слово не существует. Или я бы хотел, или пожалуйста. Вот. И как бы купи мне это, нет. А почему? Ну, даже если можно, надо говорить иногда нет тоже. И потом, конечно, вот, чем больше ты... Вот, моя бабушка, вот, я вам отвечу одной фразой. Малушка говорила, чем больше ты занят, ну, ребёнок занят, чем больше времени находит, чтобы это всё делать. Это когда ничего не делаешь, что потом дур идёт в голову. А сегодня дети все, айпад, там, компьютер, телефоны. Это современная жизнь, понятно, да, но книги никто уже не читает. Как бы это всё уже потеряется, да. Какие книги вы читали? Я, значит, я, ну, во-первых, я по театру много, потому что я актриса тоже, поэтому, ну, это надо было всё читать, вот. А так, я особенно про балет, понятно, это всё, что балетное, это моё, вот. А потом, я думаю, самые главные книги, это люди, с которыми общалась, потому что это напрямую, это experience людей этих. И поэтому я очень много училась вот напрямую с великими, как Нуреев, как вот, какие книги, вот я с ними вот общалась. Но, допустим, моя сестра, когда я был, я уже 10 лет, она уже Шекспира читала. И папа говорила, это трудно очень. Она говорит, да, трудно, но очень красиво. 10-8 лет ей было. То есть она очень тоже литератор, икономист у нас. Поэтому, видите, у нас такие, и мы разные, но мы такое же воспитание получили. Понятие о красоте, как по-вашему, это врождённое понятие, или это всё-таки приобретённое? Не-не, это и то, и то может быть, но самое главное, что у тебя, ну это все, наверное, говорят, это всё, что у тебя внутри богатство внутреннее души, то, что ты приобрёл, то, что ты умеешь делать. Вот это не так вот снаружи, да, вот физически. И тоже, вообще-то даже, это Дастревский, как говорил, красота мир спасёт, да. Но в этой фразе это не только красота, вот красиво, да, а это может, это тут всё вместе. Красота это может быть много чего. Поэтому это уже пойдём к философии поближе, ты не философ. Ну, всем много философов, да. Всем как бы, даже не зная философов. Что для вас главное в общении, вот, с человеком? Смотреть в глаза, смотреть в глаза и чувствовать. Вот инстинкт очень важен, когда, вот это, как сказать, энергия. Вот если ты чувствуешь человека, даже издалека, поймёшь сразу, вот это да. Или что-то, какая-то негативность, это я сразу как бы могу почувствовать, да. И это филинг, я не знаю, если это у всех так, но в основном, я думаю, в каждом человеке есть такой антенки, да, которые инстинкты, и которые тебе говорят, вот, общайся, не общайся, вот как общаться. Ну, это всё тоже, по-итальянски я бы сказала, ин кончу, то есть, то, что ты не сознаёшь, но у тебя есть. Вот, так что самое главное, конечно, это и вообще улыбаться всегда. Вот у нас получается. Вам родители говорили какие-то правила, как общаться с людьми, когда, например, они приходят к вам в дом, как их располагать у себя или нет? Уроки-этикетки, этикетки, да, уроки, как бы, да нет, это правильно, у нас часто спрашивают даже люди, а вот князь, вот папа, или вы не преподаёте уроки, да, как сидеть за столом, как себя вести там, как одеваться, как, ну, это понятно, это нас учили этому, да. Учили, а кто учил? Не то, что так, урок, давай учим, это просто в течение года, ты в этом растёшь, и поэтому тебе говорят, так, нельзя, а вот здесь надо вот поцеловать руку. А кто это говорит? Ну, для родителей. Родители. Понятно, кто. А я бы там и спросила сначала. Нет, родители, это мы не, мы не. И у нас вообще-то вот к чему этого не было, как бы, можно сказать, затычки, да, вот. Мы заняты были, я на сцене с пяти лет, мы всё время, у нас жизнь немножко такая особенная. Многие думают, что если у тебя титул, ты можешь сидеть и крутить пальцами, ничего не делать. Наоборот, надо работать 10 раз больше, чтобы доказать, что это не так. Наоборот, на тебя давит. Иногда это может помочь, что ты сроц, а иногда это может просто давить. То есть это разное смотрится. Ну, как бы, ну, ну, ну что. Но это базилиарное воспитание все должны знать, да, не потому, что мы аристократы или нет, понимаете. Как вилку там подержать, как это всё, ну, учиться не учиться, это всё передаётся, но не в этом главное. Вот главное посидеть и чтобы приятно было, с кем ты сидишь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!